Всем привет! Это новости телепроекта Дом 2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Марина Африкантова сегодня продемонстрировала свою вторую картину под названием «Дома в Нарофоминске». Глядя на свою девушку, Чуев тоже решил сесть за Мольберт. Африкантова говорит, что его картина – мрачная чепуха, но Андрей считает, что его картина со смыслом – картина пророчества. Сказал, что будет радовать зрителя каждый вторник своими картинами и предсказаниями. Оля Ветер сообщила новости. «Вчера ездила в Зеленоград, где была съемка моей квартиры для эфира. Дом очень крутой, как снаружи, так и внутри. Все уже практически сделано, остались лишь небольшие отделочные работы. Я разговаривал с застройщиком, и он меня заверил, что все идет по плану, и в декабре у меня уже будут ключи от квартиры». Ира Пинчук призналась, что они с Ваней Барзиковым начали нормально общаться, но только для проекта, чтобы не разводить тупые скандалы. Себе же девушка объявляет персональный кастинг. Также Ира рассказала, что Ваня нашел себе спонсоршу и улетает с ней отдыхать в Доминикану через пять дней. Новенькая Алена ошарашила всех новостью. Она хочет ребенка от Вани Барзикова. Иван не имеет ничего против, и сегодняшняя ночь для этой парочки будет волшебной. Лиза Полыгалова приехала на поляну и мутит с Денисом Барановым, но поглядывает на Барзикова. Новый жених острова Елисея бросил Нику Шикурову. Лизу Кордобовскую, которая вчера покинула Сейшелы, перехватил в Москве Артура Ратнер. Девушка поделилась, увидела его и поняла, что к черту этот билет в Питер, остаюсь в Москве, а дальше будем решать. Хоть у кого-то на острове вспыхнули искренние чувства. Ну а на острове, напомню, осталось два жениха, четыре невесты и одна служанка. Мадина Кузаева утверждает, что покинула Сейшелы, потому что ей не нравились женихи, а на поляне есть человек, который ей нравится. Новенький Дмитрий вчера сделал свидание для мамы Таты Абрамсон. Отдых Рапунцелей подходит к завершению, но на поляну Ольга и Дима не торопятся. После отдыха у них по плану отдых. Дмитренко и Рапунцель улетают в свой город Владивосток. Элен Каминская рассталась с новеньким Андреем, точнее он ее бросил. Парень заявил, что вернется к Элен только в том случае, если она начнет меняться. А Каминская недовольна поведением Андрея. Со слов девушки, он постоянно ее унижал, оскорблял, таскал по всему дому за шею и оставлял синяки. Бывшая участница Либерж Кпадону закодировалась, чтобы выжить. Звезда Дома 2 обратилась за помощью к экстрасенсу. Либерж серьезно опасается за свое здоровье. Как оказалось, на девушку навели порчу. Теперь она готова на все, чтобы исцелиться. Для целительницы причина несчастья Либерж сразу стала ясна. На Кпадону уже давно наложили порчу на алкоголь. Цыганка пообещала помочь. Это проклятие, и от него нужно избавляться. Начинается все с употребления спиртного, а заканчивается проблемами со здоровьем и вообще смертью. Причем совершенно случайной. Теперь с конца ноября Либерж будет держать рождественский пост. Потом пройдет несколько спиритических сеансов, чтобы полностью снять порчу и закрепить эффект. После развода с Евгением Рудневым девушка решила полностью восстановить свое здоровье. После напряженного периода сейчас она готова к переменам во всех жизненных аспектах. Неожиданно в гримерке Ольги Бузовой были обнаружены спиртные напитки. Получается, Тарасов был прав, и Бузова действительно топит горе в стакане. А может, ей нужен небольшой допинг перед эфирами? Лично у меня нет цели пристыдить ведущую. Я лишь делюсь с вами новостями, слухами и фактами. А тем временем Дмитрий Тарасов продолжает изменять Бузовой с мисс мира Анастасии Костенко. Одна из очевидцев поделилась – живу в одном жилом комплексе с Тарасовым, где они раньше жили с Бузовой, даже в одной секции в одном подъезде. Только что выходила из своего подъезда и встретила его под ручку с Костенко, выходящими из машины и заходящими мне навстречу в подъезд. Мило ворковали и обнимались. Она была в кепке, все пыталось ее побольше на глаза натянуть, но ветер такой был, что не особо у нее получилось. Тарасова давно не было видно в жилом комплексе. Думала даже, что он съехал, но нет, как видно. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.